Расслабляться не стоит. Коронавирус не сбавляет обороты. Штамм Омикрон пришел в Ульяновскую область. На заседании по комплексному развитию региона привели цифры статистики по заболеваемости. За прошлые сутки выявлено 343 случаи заражения ковидом. Более 3000 ульяновцев на амбулаторном лечении, 708 человек в больницах. Но несмотря на тревожную обстановку, ульяновцы вакцинироваться не торопятся. Общий показатель вакцинированных первым компонентом на сегодня с учетом Димитровгада составляет более 651 тысячи человек. Это 82,1% от подлежащих вакцинации. Ревакцинировано около 100 тысяч человек. При этом сохраняются низкие темпы вакцинации и ревакцинации. За последние сутки приявилось всего 119 человек. Алексей Русских раскритиковал работу коммунальщиков. Снега выпало много, но убирают его без энтузиазма. Снежные пейзажи приятно наблюдать только из окон. Но прогулки по тротуарам и езда по дорогам никакого удовольствия местным жителям не приносят. Участились и порывы сетей. Губернатор поручил коммунальщикам и главам муниципалитетов работать круглосуточно. Глава Минэнерго Александр Черепан отчитался о проделанных работах на аварийных участках. Все этапы замены коммуникации ульяновцы наблюдали в соцсетях. По холодному водоснабжению в городе Ульяновске ликвидировались порывы по локомотивной улице 19-го числа. Также 19-го числа по Варейкиса был порыв. Потом уже 22-го на Корюкино и на улице Пионерской. Здесь надо отдать должное. Дмитрий Александрович организовали работу в социальных сетях и информировали жителей о ходе проведения работы. Зима не сдаёт позиций, но и весна не за горами. Реки могут вырваться из ледяных оков и залить берега нашего края. В этом году уровень Волги на 50 сантиметров меньше, чем в прошлом. Самые опасные паводковые участки расположены на Черемшане, Суре и Свияге. В Министерстве природы уже запланированы профилактические мероприятия. Это расчистка к месту засорения русел рек. Это обеспечение финансов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и работы с населением. Совместно с управлением Ростехнадзора разработан план-график обследования наиболее опасных паводковых участков. Кроме того, глава муниципальных образований доведена информация о недопущении складирования снега в местах, которые подвержены паводковым течениям. Особое внимание будут уделять микрорайону Мостовая, потому что его регулярно застопляет в межсезонье. Обсудили и ситуацию с загрязнением воздуха в новом городе. Алексей Русских намерен привлечь к ответственности недобросовестных гаражных предпринимателей. Кроме того, на следующей неделе мы проводим по вашему поручению большое совещание с представителем федеральных структур власти и силового блока по решению проблемы загрязнения атмосферного воздуха и выработке общей концепции решения данной проблемы. Алексей Русских объявил о переназначении руководителей ведомств. Светлана Дронова больше не главный кадровик Ульяновской области. На должность руководителя агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов назначен Иванов Егор Николаевич. Он имеет большой опыт работы в сфере трудового права. Последние 9 лет работал на руководящих должностях федеральной службы по труду и занятости. Знаком с регионом, долгое время трудился в Ульяновской области. Уверен, что ведомство под его руководством успешно справится со всеми поставленными задачами. Дронова продолжит работать в правительстве, но только в другой отрасли. Николая Зонтова утвердили в должности министра экономического развития и промышленности. А Игорь Эдель стал первым заместителем губернатора Ульяновской области. Виктория Черкова, Артём Куранов, Уллправда ТВ.